Два, 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 три Лежим только вот так Трежуны снег там в деревне Это совершенно забавно Продолжим наши игры Если есть вопросы или пожелания Давайте То, что мне там просили Я уже забыл Корабли и новогодний снег Корабельный мостик светает Про все там Хорошо Морская тема и вообще Корабельность Поэтому и песня Юных моряков Тем более два Нахиновских училища Может еще пришлют Ну вот Я начал концерт С такой темой важной О наших защитниках Я еще одну такую песню написал На сети Дмитрия Беличенко Дмитрий Беличенко был Прекрасным поэтом И он больше четверти века Прослужил в газете Красная звезда Он ездил по горячим точкам По всем Писал тут потрясающие репортажи В газете Красная звезда Публиковал И вот меня познакомили С его творчеством Мои друзья из этой газеты Я изумился его стихам И Одно из их Если называется Перекличка Представьте На какой-то большой площади Стоят Все родовольства Которые когда-либо Защищали Родину Начинаются От Витязей От древних Да Гусары там Киросиры Все И советские солдаты Вот все они на площади Идет между ними Перекличка Такая песня Перекличка Идет Перекличка Идет По военным Полкам Долетает До вас Повелительный Постаршины И Касаясь Плечами И Вровняв руки По швам Вы Ему Отзоветесь Кто с этой Кто с той Стороны Вы Ему Отзоветесь Кто с этой Кто с той Стороны Ваши Средние Братья Под ядрами Бородина Ваши Старшие Братья Поят На непрят Веконей Вы Бессмертные Люди Такая Уж Должность Дана Нашей Русской Землею Для лучших Ее Сыновей Нашей Русской Землею Для лучших Ее Сыновей Голоса Голоса То ли это Гречиха Гуди То ли Топот Полков Обгорелы Носят Ветра То ли Тень Самолета Над Самой Крышей Летит То ли Над Родиной Нашей Победно Несется Ура То ли Над Родиной Нашей Победно Несется Ура Ваши Средние Братья Под ядрами Бородина Ваши Старшие Братья Поят Но не прятли Коней Вы Бессмертные Люди Такая Уж Должность Дана Нашей Русской Землею Для лучших Ее Сыновей Вы Бессмертные Бессмертные Люди Такая Уж Должность Дана Нашей Русской Землею Для лучших ее Сыновей Бессмертные Дирак Бессмертные Наши Бессмертные Я ее назвал «Военный романс». Я ее назвал «Военный романс». Любовь моя, не покидай меня. Когда в кругу веселого застолья, Где есть стихи и речи льются воли нам, И нас полу намеками маня, Горят глаза и светят чьи-то лица. Дай руку мне, дай сердце не разубиться, Любовь моя, не покидай меня. Любовь моя, не покидай меня. И даже там, где только тьма немая, А женщина другого обнимая, И об ушедшем память не храня, Посмотрит ввысь, когда с небесной кручи, Скользит на землю метеор подучи. Любовь моя, не покидай меня. 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 Ну, у меня в Курчатском институте, где я работал, рядом со мной. Главный инженер Владимир Ветров был такой потрясающий парень. До сих пор, ему уже 95 лет, он пишет стихи просто фантастические. Отец его был главным по танковому вооружению во время войны. То есть ему поставили задачу танковые заводы в Сибири быстро соорудить в первые месяцы войны и начать производство танков стремительно. И вот его сеть за этим занимался. И вот Володя под его воспитанием таким жестким жил. И стихи, которые он написал, вот невозможно, я не мог мимо пройти. Песня называется «Наказ солдата». Я хочу говорить, я прошу дежды, я один из солдат той великой войны, чьими жертвами три поколения страны не узнали всех ужасов новой войны. Я из тех, кто за Родину кровь проливал по приказу вперед. Из окопов вставал, кто бросался под танки со связкой гранат, то Москву отстоял и не сдал. Сталинград! Кто сразу защищая себя не жалел, кто в подорванных танках под Курском горел, кто в горящей машине, как факел живой, направлял самолет на фашистский канулной. Кто в боях лобовых не боялся штыков, кто в тылу, кто в саркетных атаках фашистов топил, кто в тылу у врага за шалоны крушил. Кто в боях лобовых не боялся штыков, кто за друга в бою умереть был готов. Кто в боях лобовых не боялся штыков, кто в боях лобовых не боялся штыков. Я пришел предать мой последний привет вам из тех обожженных пожарами лет, вам, которым придется сегодня опять нашу землю от тех же врагов защищать. Я хочу вам оставить последний наказ от бойцов, что погибли, сражаясь за вас. Если снова друзья вы попали в беду, то держитесь, как мы, в сорок первом году. Раз уж снова друзья вы попали в беду, то держитесь, как мы, в сорок первом году. Я спросил у Володи, почему в сорок первом году? Может быть, это сорок третий, сорок второй? Не-не-не. Вот. А он говорит, да дело в том, что... Почему? Когда маршала победы Георгия Константиновича Жукова спросили, какой период войны был самый тяжелый в сорок первой, когда фашисты попали в Москву. Они рядышком были. Вот поэтому здесь сорок первых год. В бинокль смотрели на нас. В бинокль смотрели на нас их маршалы. Да, да, да. Мне отец рассказывал. Ой, ладно. Так, вот тогда перейдем уже. Вот тоже Юрий Беличенко, две песни, которые я сделал, перекличка и военный романс, он написал чудесные такие стихи, которые называют так... Я назвал так... Карасиное озеро. Ну, дело в том, что у карасей в этом озере жизнь такая же, как у людей. Практически те же самые проблемы, что у нас. Тоже никуда не денешься, тоже ограничено всем, что только можно. Ну, песня чудная, она прямо вот про вас с нами. Про вас с вами. В карасином озере степном В карасином озере степном Зацветает зеленью волна. Толь река иссягла под дном, Толь водится стала салона. Перелетным уткам да гусям Им-то что, на крыльях и лови? А куда деваться, карасям? Никуда не дерешься, живи. За день прогормиться не пустяк, Осторожно, старичи, реки. И карась наплавается так, Что уже не держат плавники. А потом становится темно И плывет по озеру звезда. Опустив на пасмурное дно Голубого света не вода. И тогда закапываясь в грязь И глазенки выпучив в тоске. А вселенной думает карась На неслышном рыбьем языке. И она берещится ему Голубой в чешуйчатой волне С камышами вырестом дыму, С кукурузным вернышком на две. Он на всю протоку отмахал, Плывом, гоняя корабли. Но проток утратор запахал И на ней подсолнухи зашли. Да, ну что, перейдем к классическому репертуару. Это была Ражминка, оказывается. Да. Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам, Иду, сдавать, панели полоскать. В трубах тарахтеть и никого не слышать, И никому ни в чем не уступать. В трубах тарахтеть и никого не слышать, И никому ни в чем не уступать. Я сегодня буду самым смелым, Самым робким буду сам собой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, Радуку отрывшим от рекой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, Радуку отрывшим от рекой. Я сегодня дождь, и я ее поймаю, Зацелую, золотую, прячь. Захочу до самого трамвая, Буду платье плотно крышу мать. Захочу до самого трамвая, Буду платье плотно крышу мать. Я сегодня дождь, уйду походку в вал, И перестану высыхать. А на утро свежие фиалки, Кто-то ей поможет прокровать. А на утро свежие фиалки, Кто-то ей поможет прокровать. Так, вот просили новогодний стиль. Там просили. За стену. Это тоже Петр Вегин. Ну, падай, падай снег, Крути мой белый сайта, Двенадцатого месяца Пошел десятый час. Ну, падай, падай снег, А черные асфальты По праву циркача Разбейся, как гимнаст В шарманке в декабре. Ты песенка о грусти, Но падай, падай снег На тени от людей И нас от мих людей. Тебя сегодня впустят Звенящим петушком На котику церквей Пока ты плечи крыш И у тебя задание Предатель Березу Девичьего плеча Ну, падай, падай снег, Сойди в горизонтальность Извелистым путем С крепичного ключа Да нынче одержим Болезнью без мата Колекцию следов Перебираешь ты А я похож на пса Который безмозвратно В метели потерял Любимые следы Ну, падай, падай снег В ладони монументов Подслушивая смех И покрывая грех Свидетель чьих-то слез Участник комплиментов Надсмотрщик мостовых Ну, падай, падай снег Ну, падай, падай снег Мы в декабре бессильны Стоим сзади земны И сыплется на нас Как будто мы часы Песочные разбили Двенадцатого месяца Одиннадцатый час Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Christine Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Двенадцатого месяца Одиннадцатый час У меня друг, поэт, приятель Иосиф Робинович, которого зовут Боцман, он сам много плавал, организовал экспедицию на месте гибели Челюскина, где они искали этот корабль погибший, оторвали от него кусок борта, отправили в Данию, где он был построен, там подтвердили, что это Челюскин, они там снимали кинофотоматериалы, короче, сняли фильм об этом Челюскине, у меня там три песни к этому песню, его стихи были написаны, ну вот, и его, он сам еще поэт прекрасный, и был в Ирландии, в Северодвинске, где наши музеи военно-морских сил, военно-морских боев, в общем, очень много там он бывал и на подлодных лодках, и вот, много писал про мухи, вот, хочу спеть вам подлодный вальс, я не знаю, про мне пел ни разу, называется подлодный вальс, хотя это не вальс, но он называется подлодный вальс, вот что хотите, то и делайте. Торпедами кольки качаются, за спиною моторы ревут, только б женщины вам не отчаятся, тем, что верят и любят и ждут, А пока мы на вахте с ребятами, и без права на страх и тоску, звери злобные мины, Рогатые сердце женское, ругут по куску, и в поход мы ушли не за славою, А погибнуть так хоть не зазря, мы сердцами мужскими корявыми заслоняем и вас, и моря, Спим над смертью, со смертью повенчаны, но опять мы ее повели, Плачьте, женщины, радуйтесь, женщины, мы живыми к причалу пришли, Плачьте, женщины, радуйтесь, женщины, мы живыми к причалу пришли, Так торпедами койки качаются, может, завтра нам снова в поход, Только женщина пусть улыбается, та, что верит и любит и ждет, Только женщина пусть улыбается, та, что верит и любит и ждет Только на этих дизельных лодках, не на наших современных атомоходах, Где там турбинные двигатели, а тогда были дизельные моторы, И поэтому моторы за спиной, за спиной моторы живут, И во-вторых, там так тесно, что койки у матросов прямо над торпедами, Под ними прям вот торпеды, которые должны были выстреливать, Вот поэтому над торпедами койки качаются, Это ж такое, такое, не пожелаешь никому. А, ну, хочешь? Нет, я по времени сейчас. Так, смотрите, я могу закончить. Нет, мы только начали. Там останется еще много, так сказать, на Тарковского. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну вот. А, вот Корабливич, просили с Петром. Корабельный мостик обещали. Хорошо, Корабли. Стихи Академии Роза. Корабли дрожат нетерпеливо, Корабли совсем как поезда, Стихи Академии Роза. На спиной тюренивой залива, Догорает желтая звезда. На спиной тюренивой залива, Догорает желтая звезда. Пенег спит, посасывая лапу, Подложив под голову волну. Разве только вахтенный у тропа Вдруг вспугнет шагами и ждут. Корабли отваливают в полночь, Корабли уходят в темноту. Корабли, как люди, Долго помнят Теплую земную доброту. Корабли, как люди, Долго помнят Теплую земную доброту. Мостик корабельный. Стихи написал капитан первого ранга Марк Рейтман, Который на Балтике командовал эсминцем, Участвовал в боях. Вот три песни на его стихи написал, Ну вот одну или две споют. Вот мостик корабельный. Мостик корабельный, Ты моя прописка, Ты моя обитель, Друг мой боевой. Мостик корабельный, Клонеюсь я низко, Вольному простого флагу над волной. Мостик корабельный, Клонеюсь я низко, Вольному простого флагу над волной. Годы, годы, годы корабли уплыли, Но поныне счастлив я судьбой своей. Мостик корабельный, Мы с тобой дружили, Где бы не бросал я в жизни, Я в Корее. Мостик корабельный, Мы с тобой дружили, Где бы не бросал я в жизни, Я в Корее. Где бы Было бы море, Не было бы слота, Мне не знать разлуки И не ведать речь! Мостик корабельный, Сногоola gö脱кова. Как меня когда-то Хочешь вдаль увлечь? Мостик корабельный, Сногоола gö脱кова. Как меня когда-то Хочешь вдаль увлечь? Хочешь вдаль увлечь? Хочет, дай, увлечь Вот еще одна песня, которую я никогда не пел Называется «Плавсостав» Ну вот, как говорит он, «Капитан Приворанг» Он же не знает разве, что такое «Плавсостав» Мы уходим на сушу, отслужив не устав Но матросскую душу пережет «Плавсостав» «Плавсостав» — это флота Кость морская истать И работа, работа, и работа опять И работа, работа, и работа опять «Плавсостав» — это парни На далекой волне Где тасуют гитары По родной стороне Где за землю сданашу Постоим до конца Где в родном экипаже Бьются дружно сердца Я в родном экипаже Бьются дружно сердца Мы уходим на сушу Отслужив не устав Но матросскую душу Пережет «Плавсостав» Сплав составом в ненастье В синевой во тьму Только б выпало счастье Быть причастным к нему 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 Светает от твоих волос Светает Как будто мы стволы звез Взлетают Спит радуга в твоих плечах Витая Дым продолжение луча Светает 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 Будто ручейки Свисают Светает Будто ручейки Сверкают На ощупь свет прозолковат На ощупь На ощупь Вон твои волосы Вон сан Вон ручь Он вон сан Та-ра-ра-на На ощупь Свет подолковат На ощупь, он твой волос, и он сам, он в рощах. Твоим свиданием в тишине мне греться, Цветает где-то в глубине у сердца. Проснись и озеро на дни святая, И ты, как церковь, не рви святая. Проснись и озеро на дни, как в лето, Ты вся, как церковь, не рви и света. Ты вся, как церковь, не рви и света. Ты вся, как церковь, не рви и света. Прошу. Сиди, Давиду Самойлову. Ну вот, сыночек, спать пора. Вокруг деревья потемнели Чернево-руньего пера. Ночное опеленье, Закрой глаза вверху луна. Как рог на свадьбе кахетится, Кричит, кричит ночная птица. До поморочения ума «Усни, скорее, до поля» От ветра горько заскрипелись Чернево-руньего пера. Ночное опеленье Все засыпает из-под век, Взирают в тусклые болотца, Закуривает и смеется, Но во тьме прохожий человек Березы словно купола, В оскорбах ели-еле Черней мороньего пера, Ночное поперенье ели Черней мороньего пера, Ночное поперенье ели Здесь Аплодисменты Журавли летят, край за дальней стороною, за дремучие леса, все завод журавли с собою, опечаленные сердца. В старой рощице придорожной обернусь лицом на юг, просто даже невозможно, как светло вокруг. Вроде все на себя похоже, вроде все как всегда везде, отчего мне так невозможно в этот светло-сенний день. Зубительно интересно, когда тихим осенним днем вдруг послышится с неба песня. Журавлиный звон, как отбившие са, отставил он дальние голоса. В непонятной своей печали, опечаленные сердца. Изумительно интересно, когда в тихий осенний час По над полем, по над лесам журавли летят. По над полем, по над лесам журавли летят. По над лесам журавли летят. По над лове весны не устойчивых о agriculturalist-конčинов. По над лове весны не знали хоть какие-то. Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! Получилось? На хоруете. Как первой строчкой? Здравствуй, осень! Нет, это название... Вот, здравствуй, осень! Стихи Александра Олеслендера, тоже капитан первого ранга. Встань зарею, и утром рано Ты увидишь, как журавли Улетают в чужие страны Непрерывно трубя вдали Трудно жить без тепла и света И курлыч летят одни Чтоб загнать за морями где-то Уходящего лета дни Мы не птицы и легкой жизни Мы не ищем с тобой, мой друг Если прыжут по всей отчизне Листья стволы костры вокруг Снова пьет по оконной траве Ливень рвущийся за порог И уж слышен не за горами В юге обледенелый рог А пока так же струет осень И под ветру протяжный свист Умывает дождями озень Каждый костик и каждый лист Здравствуй, время вдохновений Время свадебных телеграмм Время пушкинских вдохновений В легком виде утрам Здравствуй, время вдохновений Время свадебных телеграмм Время пушкинских вдохновений В легком виде утрам Брат нерований Я очень не собирался А, раз пушкинское вдохновение Тогда спою песню на стихи Марией Вегги Мария Вегга была такая поэтесса Которая с первой волной миграции Родители увезли маленькую девочку Петь во Францию Но ей настолько привели любовь к русскому языку, к поэзии Пушкина, что она очень жалела, что не жила в эпоху Пушкина и не была его женщиной, потому что она завидовала тем женщинам, которых он обессмертил в стихах. Ну, конечно, вот она была, вот так переживала. Ну, вот об этом она в песне отразила. Эпиграф «Последний звук, последние речи». Он их любя боготворил, он богатарным оставался, и тем, к которым приходил, и тем, с которыми расстался, своя чужая лишь жена. Порой страсть, порой причудо, но ими жизнь обрена, и в каждой возражалось чудо. Но для себя его сберечь, какие женщины сумели. Что могут значить имена, число и место встречи новой? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мечтаю одной Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я к нему пришел домой, он был так рад, потом он у меня дома был, потом приехал из Левосова, потом приехал на юго-запад Москвы, я к нему там, потом приезжал ко мне в Курчатский институт, я же там два года организовал, проводил музыкальные вечера, встречи с поэтами, с любимыми мною, и тоже там и Тряпкин выступал, и Арсений Царковский, и Юрий Кузнецов выступал, и Олег Чихонцев, не перечесть, фантастика, а у меня если были песни на каких-то из них, то я был счастлив, если они разрешали мне спеть песни на истерии на своих концертах, так вот Арсений Александрович Тарковский мне, давай-ка спойте мои песни, я вот сидел на сцене, а я, ой, это вообще сказка, жалко, что не было моего фотографа друга в этом зале, чтобы я вообще гордился всю жизнь этим снимком, да, ну вот, скрип моей колыбели, скрип моей колыбели, скрип моей колыбели, смутной грезы жизни, зимний покой в зме, слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, помню тебя из глубока, песню пою тебе. Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, помню тебя из глубока, песню пою тебе. То ли будок пастуши, то ли поход вчерашний, то ли моих кормилиц, голос в ушах стоит, скрип моей колыбели, вымах отцовской шашки, скрип моей колыбели, звон боевых копыт. Сколько снегов промчалось, сколько дождей пролилось, сколько опять в коренье, сколько опять верно. Грозы прошли над миром, древо отцов свалилось, и на сыновние плечи прямо упало оно. Пусть же на тех погостах грустно поют свинели, пусть говорят на струнах ветвы со всех сторон, пусть же послышатся в песне скрип моей колыбели, Жизни моей человечей благословенный сон. Жизни моей человечей благословенный сон. Скрип моей колыбели, скрип моей колыбели, Древняя сказка прялки, зимний покой в измене. Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, Помню тебя изглубоко, песню пою тебе. Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, Помню тебя изглубоко, песню мою тебе. Слышу тебя издалека, песню пою. Больше ста пятидесяти. Значит, не все. Значит, не все. Вот, от кочей волоса я, к сожалению, не захватил собой. Ну, вам напомним. А? Мы напомним. Да, вот, если бы я знал, что будет такое, я бы ее взял. Потому что я... Ну, надо... Ну, это из тех песен, которые я не пел никогда. «Дороги, дороги»? А «Дороги, дороги»? Ну, это же вообще древность такая. Самая первая песня, которую я написал. На стихи Юрия Колесикова. Честно. «Дороги, дороги, горд в обле, Увидев еще и запарты, Ширкают ребята по этой земле, Светы оставляем на карте. Поем о дымных кострах, О весне поем, О дождливом ненасье, И подкова луны, На небесный косяк, Нам припито, Как видно на счастье. «Дороги, дороги» На счастье, Туда, где людей не ступала нога, Где только медведи вразили, Однажды придем, И глухая тайга Нас примет свои старожилы. Поем о дымных кострах, О весне поем, О дождливом ненасье, И подкова луны, На небесный косяк, Нам припито, Как видно на счастье. И подкова луны, На небесный косяк, Нам припито, Как видно на счастье. Кто ленивый? А пыль? А кто ленивый? А пыль? А пыль? Ну хорошо, Ленивый то что? Ну хорошо, И потом про ленивого. Про пыль. Сейчас, Это стихи. Про пыль. Лев Кондорев написал. Сейчас. Сейчас. Я проехал много стран, Много я прошел дорог, Пыль. Глубилась, Как туман, У моих усталых ног, По плогим и крутым тропам Шел я много лет, Мне на сердце, Словно дым, Лег дорожный пыль и след. След След Решений И обид, Поражений И утрат Был. Не раз я ложью бит, Изменял мне друг и брат. В кости в кровь мою залой Пыль въедалась не спеша, Но, Но, как зеркало сквозь слой Пыль И искрилась душа. Отражая до небес, Шелест трав и птичий Грай, Грай, Разбуженных чудес, Милый сердцу русской Грай. И теперь пускаюсь в путь, Чтобы зорче видеть пыль, Я хочу с души стряхнуть пыль. А попевайте! Мне хочется видеть, Мне хочется знать, Мне хочется всюду скорей побывать, Я душу открою и сердце отдам, Озерам и рекам, лесам и корам. Кто счастливый? Я счастливый! Потому что не ленивый, Может ростом небольшой, Но зато открыт душой Нету крыльев, Но речу! Быть счастливым я хочу! Кто счастливый? Я счастливый! Потому что не ленивый, Может ростом небольшой, Но зато открыт душой Нету крыльев, Но речу! Быть счастливым я хочу! Я летом и в стужу, и осенью вслякать не стану В дороге ни охот, ни плакать в любую погоду В любой ненастье, Россия моя, синёкое счастье Кто счастливый? Я рассчастливый, потому что не бедивый Может, у вас там небольшой, но на то открыт душой Нету крыльев, но лечу быть счастливым, я хочу Кто счастливый? Я счастливый, потому что не бедивый Может, у вас там небольшой, но на то открыт душой Нету крыльев, но лечу быть счастливым, я хочу И вы, не линяя снеги, не спеша понемногу Возьмите гитару и сбору в дорогу И там, где в предхлоге гремят водопады Вам будут как брату любимому рады Кто счастливый? Я, я, я счастливый Потому что не ленивый Может ростом небольшой, но зато окрыт душой Нету крыльев, но ничего Быть счастливым я хочу Кто счастливый? Я, я, я счастливый Потому что не ленивый Может ростом небольшой, но зато окрыт душой Нету крыльев, но ничего Быть счастливым я хочу Спасибо Спасибо У меня сейчас стопы не спят у Можно вас еще раз? Спасибо Спасибо Писающие вот это песни Я помню, что это Вот эти люди, которые Я ее живу Я даже не могу